Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о Маркетс, оставляйте ваши вопросы в поле с комментариями, не забывайте ставить лайки. Также, друзья, в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал, где на ежедневной основе мы публикуем огромное количество аналитического контента. Подпишитесь и будете в курсе не только новостей компании, но и самых интересных фундаментальных событий, которые случаются, друзья, поверьте, каждый день. Ну что ж, сегодня момент X, день X для доллара, это действительно так, потому что сегодня non-farm parallels. Как бы мне не хотелось переоценить, или даже недооценить этот отчет, я все-таки хочу сделать ремарку, что сегодняшний релиз будет иметь очень большое значение для перспектив доллара, потому что это не просто ежемесячный релиз, который мы разбираем раз в месяц и на основании которого пытаемся просто понять, в каком состоянии находится американский рынок труда. Сейчас более-менее стоящий отчет, каждый стоящий отчет по штатам, он прежде всего расценивается не как подтверждение или демонстрация состояния сектора, за который отвечает этот релиз, прежде всего на важную статистику смотрят через решение, будущее решение американского регулятора по процентной ставке и программе количественного смягчения. Причем, если мы вернемся немножко назад, то вспомним, что во время своего выступления в Конгрессе, фактически две недели назад, Паул четко дал понять, что из-за временных факторов, которые ранее подстегнули рост инфляции, сейчас для американского регулятора куда более определяющим является индикация с рынка труда, потому что здесь более-менее все подсказуемо и здесь понятно, где враг, какая проблема и как с ней бороться. Временные факторы по инфляции прогнозировать очень трудно, поэтому ФРС в прошлый раз отделался такими смазанными фразами об устойчивости инфляции, о том, что в конце концов временные факторы сойдут на нет, инфляция будет стабилизироваться в районе там целевых значений около двух процентов, а вот рынок труда остается вот таким, как есть. Последствия ковида уже давно проявились худшим образом в том, что сейчас происходит с американским рынком труда и он пытается восстановиться вот с тех пор, как ковид начал постепенно отступать. И каждый шаг рынка труда в направлении прогресса – это, конечно же, шаг ФРС в сторону ужесточения денежно-кредитной политики. Сейчас для американского регулятора рынок труда – это, по сути, главный маяк, так же, как и для трейдеров, так же, как и для инвесторов и спекулянтов. Поэтому если вы, друзья, приходите на ежедневной основе на финансовые рынки, открываете ваши терминалы и интересуетесь фундаментальным фоном, вы, в принципе, должны строить все свои торговые идеи с четким пониманием того, что может произойти с монетарной политикой ФРС и когда. Поэтому сегодня, по прогнозам, в 15.30 по московскому времени, нас ждет, собственно, выход этих данных. Это блок статистики не только количества новых рабочих мест, но еще и уровень безработицы и темпы роста зарплатных плат. По прогнозу 690 тысяч мы можем увидеть. Прошлая оценка – 559 тысяч. Сейчас, конечно же, если смотреть на индекс доллара, он прибавляет понемногу, несмотря на то, что доходности американских трежерис снижаются. Десятилетки сейчас находятся на отметке 1,46%. И в целом снижение доходности трежерис доказывает тот факт, что институционалы, которые заряжены своими капиталами через свои капиталы в этих инструментах, не очень-то настроены на повышение процентной ставки, потому что в противном случае доходность трежерис уже расслабая. В сухом остатке сейчас, друзья, трейдеры полны энтузиазма, что после последнего релиза по EDP сегодняшний отчет должен быть тоже очень хорошим. Но я делаю отсылку на нон-фармы прошлого месяца. Как вы помните, EDP показал рост количества новых рабочих мест почти на миллион. Реальная цифра от официального ведомства Минтруда США, скажем так, была в два раза хуже. Разумеется, ситуация может повториться и в таком ключе. Ситуация может быть и другой. Например, после роста от EDP больше, чем на 600 тысяч новых рабочих мест, реальные цифры будут в районе 400 тысяч. Такое тоже возможно. Мой субъективный прогноз, что сегодня американская экономика покажет нам, что в прошлом месяце было создано в ней около 550 тысяч новых рабочих мест. Примерно столько же, сколько месяц назад. И я склонен воспринимать эту статистику как все-таки подтверждение довольно умеренного прогресса, который недостаточен для продолжения того ралли, которое мы видели по доллару. Потому что на таких данных ФРС не сможет выносить позицию того, что пришло время ужесточать денежно-кредитную политику. Возьмет снова паузу, и мы будем благополучно ждать симпозиум Джексон Холли, и там уже искать ответы на вопрос, когда же все-таки изменится денежно-кредитная политика. Поэтому резюмируем, друзья. Мой прогноз по индексу доллара остается прежним. Сегодня я считаю, что цифры будут хуже, чем ожидают эксперты. И в связи с этим полагают, что индекс доллара может локально скорректироваться. Фондовый рынок США обновляет исторический хай СНП Насдак уже шестой день подряд. И сейчас мы, в принципе, находимся на этих максимумах. Я поздравляю всех, друзья, кто заработал на этом мощном ралли, потому что я рекомендовал покупать фонду без каких-либо сомнений с гораздо более низких уровней. И фондовый рынок действительно заработал нам, трейдерам и спекулянтам, очень много денег в этом году. И я думаю, что еще больше заработает. Но вы должны учесть тот факт, что сегодняшняя статистика, она может привести к очень непредвиденным последствиям для покупателей. Во-первых, если данные будут плохими по Non-Farm Perils, может быть, инвесторы увидят в этом сигнал того, что американская экономика сильно уж буксует. И это негативный фактор, соответственно, причина продатия фондовый рынок. Второй сценарий. Если данные выйдут очень хорошими, и прежде всего, как я уже отметил, сильная статистика может побудить ФРС к начати ужесточать денежную политику, повышать процентные ставки и сокращать программу количественного смягчения. В этом случае тоже для национального фондового рынка это серьезный негатив. Чтобы не искушать судьбу, друзья, я рекомендую вам прямо на текущих значениях, если вы этого еще не сделали, пофикситься и дождаться более спокойных условий для повторного открытия сделок. Скорее всего, снова будут длинные позиции. Я прокомментирую уже это на следующей неделе. Далее, рынок нефти 75-79. В принципе, прогноз о том, что рынок нефти будет расти, он на 100% сбылся. Это локальный максимум вчерашнего дня 76-72. При этом стоит отметить, друзья, что сейчас у меня нет подтвержденной информации про комментировать итоги заседания ОПЕК. Потому что из-за позиции Объединенных Арабских Эмират, соответственно, которые не солидарны с большинством касательно решения относительно того, насколько нужно увеличивать нефтедобычу, сегодня встреча будет продолжена, поэтому официальные решения должны быть в рамках сегодняшней торговой сессии. Но, как вы помните, ранее я уже говорил, что даже если объем нефтедобычи будет скорректирован на 500 тысяч, скажем, на ежемесячной основе в период с августа по сентябрь или даже вплоть до конца года, это все равно не тот объем, который может испугать рынок в целом и нейтрализовать то состояние дефицита, которое на нем сейчас есть. Я оптимистично настроен в отношении рынка нефти. И далее жду, собственно, 80 долларов за баррель. Конкретная точка входа будет уже на следующей неделе. Евро против доллара и фунт доллара. Пока что торгуем волатильностью и добиваем до более низких значений. Цель по евро-доллару 1.18 ее почти сделали вчера, ломбл 1.18.36. Но сегодня есть очень высокая вероятность добраться до нее. Фунт против доллара 1.37.70. Ближайшая цель была на отметке 1.37.50. Практически коснулись этого уровня, там совсем десятый пункт, но не сделали цель, поэтому оставляю ее в силе. И думаю, друзья, то, что можем поставить на еще более глубокое снижение уровня 1.37. И европейский фондовый индекс Евростокс. Вот этот инструмент я по-прежнему рекомендую покупать. Уровень классный, нет какой-то катастрофической, астономичной перекупленности. 4.077 пунктов, тем более, что вчерашние отчеты по производственной активности вновь показали, что все ключевые регионы валютного блока по производственному сектору находятся на исторических максимумах. И общий показатель активности в еврозоне достиг также рекордного уровня на отметке 63.4. Кстати, обновление хай происходит четвертый месяц подряд. Друзья, на таком фоне в европейский рынок надо верить, его нужно покупать. Увидим точно 4.400, 4.500 уже совсем скоро. На этом, собственно, все. Хорошие, друзья, вам торговые сессии, контролируйте риски, следите за загрузкой депозитов. Сегодня день будет очень жарким и волатильным. Ну и, конечно же, всем хороших выходных. Всем пока!